Кинокомпания AMG Entertainment представляет Да еще блевани тут, урод Ну, где джиро заныкался? Да, 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 ого-го И вот так, и вот так, и вот так, и вот так, вот так Дело в том, что мне приснился салат из тропических фруктов И вот теперь он стоит у меня перед глазами Да, да, дыня, банан и ветчина Ну, такая вкуснотища, королевская еда Куда собрался коздрюк? Думаешь, тебе это с рук сойдет? От удовольствия просто шок, от удовольствия просто кайф Ого-го, ого-го Это быстро-быстро нужно стушать Все съедим Вот кусаю я кусочек, вот кусаю я другой Но это я хочу съесть вместе с тобой Вместе с нами все съедим Но нет, нет, нет К этому добавим маракуйя Фрукт любовной страсти А солнце светит, а солнце греет Нам с тобой вдвоем так романтично А я такой сладкий фруктик маракуйя Да, 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 да И аромат до нас доносит южный ветер И это чувство, народившееся во сне Я уже не остановлю Вишневый мальчик, вишневая девочка Маракуйя На растяжке Радиопрограмма «Сливовый концерт» в прямом эфире Майка, майка Эрина, Эрина Милая майка Художественный фильм «Псы черных займов» Здорово Господин Тадаоми Плохие слухи ходят Когда вернуть Ну, для лица всей бригады Уважаемого господина Тадаоми Даже говорить неудобно Но, в общем, всегда обращайся Слушай, угости сигареткой Знаешь, какие сигареты самые классные? Какие? Халявные Да Мы пока еще просто головастики Мы очень хотим, скорее, стать настоящими лягушечками Ква-ква Ква-ква Позвоночные, земноводные лягушечки звезды эстрады Квакушечки И мы, конечно, надеемся, что наши поклонники нас не оставят Ква-ква 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 Мы, по правде говоря, с ног сбились в поисках И это вот Не хватит даже покрыть расходы на билеты на электричку Надпись на стене Корпорация Осио Цзука Ладно, ладно, Пахан Ты хоть и молото понятия блюдешь Наслышан про твои приключения Говорят, когда тебе еще 18 лет не стукнуло, ты уже умудрился бригадира ослушаться К тем, кто понятия нарушает, жалости нет Будь ты хоть сват, хоть брат, хоть папа родной Но вот ты бы позволил молодняку в своей бригаде травиться всякой дурью Точняк? Ты делай так, как тебе по жизни надо, я даже не пикну От нашей крышующей организации, бригады Ойамахико Мы в посылке получили традиционный японский сабо-гетто Намек на то, что кое-кому придется проваливать Смотри, как бы на тебя свои же братаны не стали косо поглядывать И где же все-таки Джиро заныкался? Ты сам-то знал, что из нашей бригады Джиро погнали поганой метлой Маляву об этом по всем бригадам разослали А ты, походу, его пригрел И неважно, подался он на запад или на восток Это вообще фиолетово По этому поводу Шлангом прикинуться не получится Ответ держать по-любому придется Ответишь по понятиям или как? Ну, прошу я, не надо Я и район свой сдам, и концы Из бандитов Якудзо уйду Гражданским терпилой стану Я же знаю, что это мой косяк Вернусь в Осака, все возьму на себя А вот нехера Каким бы ни был твой косяк Джиро Ты мой боец, и это нерушимо Братан, но ты ведь сам себя подставишь Подумай, хорошенько прошу тебя Жизнь бандита Якудзо для тебя закончилась Будешь теперь обычным гражданским терпилой Другими словами, просто мужиком Брателло Ну вот и все Я думаю, что надо бы Вся жизнь игра Чего же делать теперь? Надпись на двери Микрофинансовая организация Кредит за спасибо Поговорить хотел Господин Тадауми Вопрос о 500 тысяч эн не закрыт А? Обслужить кредит сможешь? Лихву заплатить Процент набежал Ты о чем это? Господин Тадауми Господин Тадауми 9 июня Ты у меня занял 500 тысяч эн Лихва по такому микрозайму Составляется из расчета 10% за 10 дней Сегодня 19 июня Сумма долга 500 тысяч плюс 50 тысяч иксов Ну, лихвы В сумме 550 тысяч эн Давай не тупи Ты базар, ты фильтруй Ростовщическая морда Ну, ты же теперь гражданская Терпила Или мужик по-простому Как только ты снял С лацкана пиджака Значок бандитского клана Якудза Ты вышел из зоны их понятий Так что гонор свой попридержи После той жизни Которую ты ввел в мир Закону послушных граждан Возвращаться Ох, нелегко В конечном итоге Будешь или винтом банчить Или заказы принимать Киллерские Бандос Якудза неудачник Хорош отмалчиваться Плати лихву Извиняй Нет бабла Вот если бы я заемщиком Каждый раз прощал долги Только потому, что у них бабок нет Мне не нужны были услуги черных коллекторов Бабки Обязательно Верну К слову Обязательно Как правило Говорят те должники Которые не выполняют Своих обязательств Моментом Все оплачу Ты прежде чем Понтоваться Пятьдесят тысяч Занеси Сегодня же Чего-нибудь Выкручу Каким образом? И вот эту фразу Что-нибудь Да выкручу Обычно говорят люди Которые сами не знают Чего будут делать Угостишь сигареткой Купишь? Долговая расписка Этот чувак у меня в долг взял Потом три раза перекредитовывался Закредитовался так, что на миллион его долг раздулся За пятьсот тысяч его долговую расписку продам И что будет, если я это куплю? Я тебе полмиллиона одолжу, и твой долг станет миллион И вот если ты сегодня с него миллион получишь Ты сможешь свой долг закрыть Ну? Да А это интересная тема Ай Нет, нет, больно же Больно Хорош упираться Бабло гони Больно, 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 больно Гони, лям-каздрюк Не могу, не могу, не могу, не могу Нет у меня денег Какого хера тогда рыжьем увешался? На деньги взятые в долг все это понакупил? Ну так еще под займи перекрутись Не могу, закредитовался в долгах, как в шелках У родаков попроси Они пьянчуги кончены и давно все пропили Ну ты же хост в баре, попроси у хозяина заведения аванс Я там нескольких работников уже прокинул на бабки Меня оттуда вышвырнули Ну не могу, я не могу, не могу, нет бабла Ой, ой, ой Думаю, отдать этого чувака на рыболовецкую шхуну Тунцом промышлять А? Проблема с этим Это игра в долгую Тебе же надо немедленно кредит обслужить Понятно все Выкуплю у тебя его долг за девять десятых от цены Это причитающиеся мне иксы И ты получаешь льготную отсрочку на десять дней Зачем тебе понадобилось долговую расписку выкупать? Простите Возьмешь себе в жены эту красавицу Зовут меня Ходжио Фумиэ А? Вот на этой горге жениться Погоди Ну что за дела? Увольте Возьмешь ее в жены Закроешь свой долг Заключая брак с этой женщиной Возьмешь себе ее фамилию Ты был Судо Цукаса Станешь Ходжио Цукаса Считай как родился заново И теперь став Ходжио Цукаса Надпись Спокойные займы Финансирование Мариха Ты сможешь брать кредиты Как в межбанковских фондах Так и у черных ростовщиков Надпись Микрофинансовая организация Срочная наличка Однако в этой сфере Новости распространяются очень быстро За один день до пяти вечера Тебе нужно будет набрать кредитов по максимуму Задолженность погашена Премного благодарен Иероглиф справа от двери Благодарность Хочешь сто тысяч в долг? А? А можно? Залог у тебя имеется? Залог? У меня? Твой залог Это твоя симпатичная мордашка Благодарю Думаешь, когда задолженность погашена и дело закрыто? Прибыль ростовщика Это проценты с долга Мы это называем лихва Или срубить иксов Овцы по определению нужны для того, чтобы их стричь Чувак этот Продолжает оставаться ценным клиентом Значит, и мне теперь срубать иксов на лихве Сделешь ты мягко, тут ничего не скажешь Загнал меня в долги на лям Лихва 10% за 10 дней На 100 тысяч иксов Охренеть вообще А если не успевать долго обслуживать Иксов там будет 10% от миллиона 100 за 20 дней Это будет миллион 210 тысяч Башка у тебя варит Ну да не Тебе хоть одну эну принесет Звелчание Ребята, королев Это полный мудро В конце 400 тысяч Устис сможет все дохизр Имей ранний диск оборотный Талм 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 Жрать Хруп Поху Этих денег может хватить На то, чтобы раскрутить собственную микрофинансовую контору А? Угостишь сигареткой Справа автоматизированная камера хранения На заднем плане капсульная гостиница Роскошная среда обитания Расклеивает листовки Срочно Деньги Немедленно звоните по телефону Срочно Деньги Простите? Вот кофе, что вы заказывали А, извините Сто тысяч Да, да Пишет долговую расписку Да, визитка, ООО, торговая компания Маруё, отдел торговых операций, Маруя Хироу Нелегко, видать, на одной зарплате сидеть в большой торговой компании Ага, и у обычного расставщика с лицензией невозможно кредитоваться На кредитной истории зарегистрированный запрос остаётся Это ставит крест на продвижении по службе Лихва составит 30 тысяч эн за 10 дней А, ну да, это надо вписать Ну вот, 30 тысяч эн Ах, да Обязательно, обязательно всё выплачу Вы ведь меня так выручили Большое вам спасибо К этому добавим маракуйя Подожди, подожди, подожди Фрукт любовной страсти А теперь сюда, посмотрите, пожалуйста Не забывайте про правила Фотографировать только 5 сантиметров ниже колена Чур под юбкой и не фоткать Сегодня наш директор собирается сказать вам что-то важное Пожалуйста, все, выслушайте его внимательно Привет всем Разрешите представиться, меня зовут Савамура Я сценический директор этих барышень И сегодня мы всем вам спешим сообщить что-то важное Насчёт предстоящей автограф-сессии с рукопожатиями Если мы не сможем продать на неё 100 билетов Группа квакушечки перестанет существовать Так вот, насчёт лягушек Вы знаете, что их кожа покрыта специальным слизистым слоем Он защищает кожу лягушки от неблагоприятных внешних воздействий И без него лягушка умирает Вот чтобы этого не случилось с нашими лягушечками Пожалуйста, натрите их двоих специальной лягушечей слизью Если вы их этим натрёте, то они не пропадут И чтобы спасти их обеих Пожалуйста, покупайте билеты на это мероприятие Вот это новость! Да что ж так неожиданно-то? А у меня денег нет отложенных А мы вот Хотим вырасти в настоящих лягушечек Мы не хотим так и пропасть головастиками Вы не волнуйтесь Всё будет в порядке, кваква Мы вас поддержим и не дадим пропасть, кваква Ага, так и есть, конечно Спасибо, Ки Мы всех очень любим Кваква? Кваква Кваква? Кваква Кваква? Кваква Кваква, кваква Я не такой, как все эти кастрюки Спасибо Моя любовь истинная, не позёрская Спасибо На следующем мероприятии я всем это докажу Спасибо, Ки Кваква Кваква Милая Эрина, ты ведь понимаешь, правда? Кваква Кваква Спасибки 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 Телефон абонента выключен Или находится вне зоны действия сети Телефон абонента выключен Полная липа Ты что, додумался первому клиенту сто тысяч одолжить? Ты же его не знаешь Но по долгам же надо платить Это добропорядочно Добропорядочно Ты про приличие и благопристойность Здесь ничего этого нет, бывший пахан Ограничения для нового клиента 30 тысяч эн Тогда и убытки будут терпимее И чтобы не так просто было тебя кинуть Нужно забирать их смартфоны Их жулики скупают А смартфоны таких кидал вообще задорого уходят Нормальный залог получается От 30 тысяч иксов не срубишь Если тебя волнует размер срубаемых иксов Держись подальше от таких сделок Но если относиться к этому как к личному займу Деньги вообще не вернутся Без доказательной базы с этим даже в полицию не пойдешь А заемщики очень забывчивыми становятся Когда вопрос о процентах стоит Понимаешь? Сначала нужно убедиться, что человек вообще платежеспособен Иначе лихварю просто не выжить Угостишь сигареткой? Лихву выплачивай Так вот Важно уметь рубить иксы и не более Когда лох только оплачивает иксы Не уменьшая общую сумму долга Он подсаживается на кредитную иглу Такого можно доить вечно Сидящий на кредитной игле токсичных займов Будет конючить в долг еще и еще А мы всегда рады ему помочь Закредитоваться выше бровей Бля! Сидящий на кредитную иглу Дружок Йоси У тебя нормально получается обеспечивать поддержкой Твою любимую поп-звезду? Так хорошо Что у тебя в жизни появилось страстное увлечение Однако Дружок Йоси Тебе в следующем месяце исполняется 38 лет Может быть, пора уже подумать о будущем И какую-нибудь работу найти А свою любимую поп-звезду уже поменьше поддерживать Отвали! Слышь, бабка Ты что, хочешь меня единственной радости в жизни лишить? Ну, прости меня, прости Я просто очень о твоем будущем волнуюсь Это ты меня на свет таким чучелом родила Так что тут целиком твоя вина Будь я хоть на 15% мордой посимпатичнее Да поумнее, да с моторикой получше Жил бы я тогда другой жизнью И вообще, чего это ты о моем будущем беспокоишься? Будущее мое накрывается медным тазом Из-за твоей мудатской наследственности Ну, прости меня, прости Я тебя за это никогда не прощу Только это Ты смотри, у меня должна подольше протянуть Дружок Йоси Ты Меня на свою пенсию Должна до моей смерти содержать Эрина Дружок Йоси Надпись на бутылочках лосьона Ква-ква Эрина Дружок Йоси Красные надписи на фотографии Дружок Йоси Химено Эрина Квакушечки Эрина Дружок Йоси Называй меня по-простому Просто Йоси 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 Я ведь только на Йоси Могу положиться Ква-ква Все мои Чувства и страсти Посвящены Только тебе Эрина Я тебя Без сомнения Из любой передряги Вытащу Спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне уже ни в одной микрофинансовой организации кредита не дадут. Все старухины сбережения я еще на той неделе промотал. До конца месяца? Ну никак я бабла не смогу найти. С другой стороны, я лучше откушу себе язык и захлебнусь собственной юшкой, чем на чужого дядю горбатиться. Бля, так все складывается, что не по курману мне покупать билеты на мероприятие автограф-сессия с рукопожатием. Даже одного билетика не выкуплю. Субтитры создавал DimaTorzok Срочно! Деньги! Немедленно звоните по телефону. Сто тысяч. Одолжи. Новым клиентам ограничение тридцатник. Залог принес? А? Ну ведь это твоя работа взаймы давать. А клиент всегда прав. Займи сто тысяч. А у тебя какая работа? Нет у меня работы. Тунеядец, что ли? Ошибаешься. Мировоззрение у меня такое. Честно говоря, иногда это довольно тяжко. И вообще, я отказываюсь пахать на чужого дядю для того, чтобы не вносить посильный вклад в чудовищный разгул безчеловечного капитализма в Японии. Если я буду такой вклад вносить, я потеряю свое человеческое лицо. Вот такое у меня мировоззрение. Мировоззрение? Ну да. А сто тысяч тебе зачем? Куплю билеты на автограф-сессию с рукопожатием Эрины. Какой еще Эрины? Ты что, разве не знаешь про самую знаменитую поп-звезду из района Акихабара? Вот, посмотри. Из группы Квакушечки Химено Эрина. Возраст 20 лет. Рост 162 сантиметра. Измерение тела в сантиметрах 84, 58, 85. Живет на улице Ояма-Хапи. Обычно поп-звезды стремятся жить в районе Сибуя. А вот Эрина живет в районе Этабаси. Еще и поэтому она мне так близка. Точный адрес не дам. И чтобы ей руку пожать, тебе сто тысячен надо? К рукопожатию еще положен флакон Кваква с лягушечьей слизью. Стоит тысячуен. Я собрался сто штук выкупить. Тридцать тысяч. Ну какой ты упрямый. Или иди где-нибудь еще в долг бери. Эй, нет, погоди. Видать, нет у меня выбора. Вот поле страхования жизни матери даю под залог. Если вдруг не смогу расплатиться, придется мне его закрыть. Сто тысяч. Срок погашения долга – десять дней. Свяжусь с тобой за день до этого. Смотри, чтобы было все готово. Э, а долговая расписка? Нафиг не надо. Я тебе сто тысяч даю в долг на доверие. А твоя долговая расписка у меня в голове. Эй, погодь. Приходите снова, Ква-Ква. Да. Спасибо, Ква-Ква. Да, спасибо. Благодарю вас. Спасибо, пока. Пожалуйста, следующий. Ого. Двадцать штук. Ой, спасибки. Двадцать штук купили, Ква-Ква. Ну, я таким образом проявляю свои чувства. А я буду выкладываться на сцене, и вас не подведу, Ква-Ква. Мы же ваши поклонники, и всегда готовы вас поддержать. Сто штук. И теперь вы сможете начать стадию превращения головастика в лягушечку. Дружок Йосио. Спасибо, Ки. Мы теперь всегда, Ква-Ква, будем вместе. Ого. Так сильно люблю Ква-Ква. Прости, но только... Нам... Не позволено в наших отношениях переступать определенную черту. Дружок Йосио. Однако... С этого момента навсегда оставайтесь девушкой моего сердца, пожалуйста. Спасибо, Ки. Дружок Йосио, и ты тоже. Навсегда оставайся парнем моего сердца, Ква-Ква. Сегодня за все вам спасибо, Ква-Ква. Ваша Эрина так тронута. Ну и в конце у меня для вас радостные новости, Ква-Ква. Ого-го. На следующем мероприятии наша группа Квакушечки выпустит диск с нашей новой песенкой, Ква-Ква. Ура. Однако... Если на следующем мероприятии мы не продадим хотя бы две тысячи компакт-дисков, Ква-Квакушечки исчезнут навсегда. Что за безобразие? Как же так? Чего опять? Эрина. Я тебя сумею защитить во что бы то ни стало. Ну, я куплю пару штук. Я его тоже для соседа куплю. Хорошо, что сегодня так много клиентов пришло. Больше, чем обычно. Фу, от них так воняло потом. Я думала, что сдохну. Майка, ну ты как всегда. Вы сегодня были молодцы. Все благодаря вам. Мероприятие прошло успешно. Очень хорошо. Начальник? А? Кассу сняли на 360 тысяч аэн. Вот как? Ну, молодцы. Хорошо поработали. Давай гонорар. Ну вот, ваш сегодняшний гонорарчик. Большое спасибо. Большое спасибо. Это чего? Все, что ли? Да подожди ты. Все пучком, все пучком, милая Майка. Милая Майка, я чувствую твой настрой. Ну и ты пойми, наше агентство старается вас продвигать и у нас. В связи с этим большие затраты. Для нас это все предварительное вложение. Мы же платим за ваши уроки вокала, за хореографа, за фотографа, за модератора на ваши интернет-странички. А уж сценических расходов у нас столько. Так что имейте в виду, нам нужно стараться привлечь как можно больше и больше поклонников. Потому что на данный момент мы работаем в минус. Вы уж простите, это, наверное, потому что мы совсем не талантливые. Ну да, квакушечки у нас сейчас группа класса С. Вот если бы вы могли продвинуться в класс Б, у вас и гонорары были бы побольше, и работы было бы побольше. Да? Да. А куда? Ну вот, не откладывая в долгий ящик. Парам. Ваша новая музяка. Ага. Параллельный мир после школы. Прошу. Большое спасибо. Спасибо. Это произведение искусства вообще. Мы столько сил на него потратили. Смотрите теперь, давайте репетировать, не покладая рук. Ага. И вот еще, с вас причитается за новую запись. Давайте-ка, чтобы было оплачено к следующему понедельнику. Как обычно, с вас по 100 тысяч эн, переведите на счет агентства. Кстати, если вы задержитесь с переводом, дайте знать заранее, милая Эрина. Да, вы уж простите за прошлый раз, у меня с банкоматом какие-то глюки были. Ну ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Запомните, всегда из лимона надо стараться делать лимонад. А если вдруг случилось, что у вас пукан пригорает, вы ба-бах, неситесь вперед неостановимо. И тогда добудете славу и известность. Будете стараться, да? Хината Йосио. Вас переадресовали на голосовую почту. Пожалуйста, оставьте сообщение длиной не более трех минут. Эрина. Надпись на пузырьке «Лосьон Кваква». Дружок Йосио, дура старая, говорил тебе сюда без надобности не входить. К тебе друг пришел. Какой еще друг? Слышь ты, с тебя лихва 30 тысяч. Я ничего платить не должен. Но у тебя же нет никаких доказательств, что я в долг брал. Если ты и дальше будешь продолжать меня кошмарить, я возьму и объявлю банкротство. Не, ну вот только посмей. Ой, больно, ой. Ой-ой-ой. Ой. А ну, отвечай, сколько ты у меня в долг брал? С-сто тысяч. Я взял в долг у господина. Если ты только попробуешь скрыться, из-под земли достану. Заплачу, все заплачу. Все заплачу. Заплачу, заплачу. Вот, вот, вот все, что есть. Апсос. Но мы же не бандиты Якудзо и Рысёва. А чё, мой стиль. Если ты не можешь бабло вернуть, во всем этом не будет смысла. Но приличные люди должны же слово держать. Куда подевались? Честность, добропорядочность. Бандиты Якудзо и те за свои слова ответ держали. Только чуть что, они как ящерицы, хвост откидывали и давай наутёк. Ну, троту у Якудзо гнилое. Да и ты на самом деле только за свои интересы и паришься. Мудила ты. Приличные Якудзо жили по понятиям. Лихву гони. Вот платишь ты мне лихву, уменьшаешь свой оборотный капитал. Чисто идиотизм. Угостишь сигареткой? Бывай, через десять дней увидимся. Наша новая песня «Параллельный мир после школы». Не пропустите, Ква-Ква. К тому же будет ещё много бонусов. Обслуживание, обслуживание, Ква-Ква. Мы поп-звёзды позвоночные, земноводные. С вами была группа Ква-Кушечки. Пока-пока. Мой папик, конечно, тысячу компакт-дисков выкупит. Милая Эрина, а ты давай-ка пристрой другую тысячу. Ага. Придумаю чего-нибудь. Приятно с вами дело иметь. Вы молодцы. А, кстати, милая Эрина, ты сегодня немножечко подмышку недобрила. Да. Вы уж извините. Да ладно, всё пучком. Вы уж простите. Я как-нибудь соберу к началу следующей недели. У меня появится нужная сумма. Да, я обязательно выплачу лихву. Будешь трубку брать? Ага. Ага. Э? Ну что ты глупостей говоришь? Не залезала я в долги. Мама. Ну, наверное, это жулики звонят. Много раз про таких по телевизору рассказывали. Вот именно. Ты ни в коем случае им не верь. Понятно. А вот ещё что. Вот. Ты в следующий раз купи моих компакт-дисков. Надпись на диске. Новая песня. Демонстрационный диск. Взаправду. Вот спасибо. Ага. Ещё немного, и у меня будет настоящий дебют. Ну, пока. Ну, родители хотя бы сотню должны ж были купить. Лихву гони. Так вот, мы же про это по телефону обсудили. Я заплачу в начале недели. Деньги-то знаешь, где взять? У тебя одних только иксов на 400 тысяч эн набежало. Ну, 200 тысяч я кое-как наскребу. А остальные 200 тысяч. К завтрашнему дню как-нибудь да выкручу. А как именно? Помочь тебе заработать? А? И это чувство, народившееся во сне, я уже не восстановлю. Ох, красота. Вишнёвый мальчик. Вишнёвая девочка. А, хорошо. Вот чуть-чуть пошире приоткрой. Да, дело в том, что мне приснился салат из тропических фруктов. И вот теперь он стоит... Руки убери. ...у меня перед глазами. Дыня, банан. Да. И ветчина. Да, вот это хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, такая вкуснотища. Королевская еда. Ох, круто. Хорошо, хорошо. Ого-го. Красота. Ух, красота. Круто. 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 Мы с тобой. Прошли в наших отношениях это ограничение пять сантиметров ниже колена. Твоя душа и моя душа сплелись воедино. Вот ты молодец. А вот... Еще двадцать тысяч. Нельзя каким-то образом получить. Ква-ква? Вывеска. Ресторан китайской кухни «Манго». Вывеска. Аптека. Ресторан кухни быстрого приготовления. Сад полный ароматов. Ты, мразь, ты следующий платеж будешь делать? Хотя бы лихву. А если денег нет, закрывай полис страхования мамашкиной жизни. Ресторан кухни. Гони лихву. Сад полный ароматов. Сад полный ароматов. Гони лихву. Гони лихву. Ой, спасите! Ох, ой, не надо! А ну стоять! Ой, 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 кастрюк, а ну гони бабло! Мерзавец, да ты знаешь, на кого руку поднял. Меня, между прочим, крышует бригада Иватарадзиму. Хорош заливать, чмырёныш. Ой, больно, больно. Ах, как же давно мы не виделись. Простите, что из-за меня вам пришлось побеспокоиться. Я этому коздрюку денег одолжил. Значит, сначала ты в законопослушные граждане записался, а теперь к нам с этим, а? Ну вот опять бейсбольная команда «Тигры» просрали. Правда, что ли, чего там было? Спасибо, что сгонял по-любому. О, ты тут. Сколько лет, сколько зим. Не ожидал тебя тут увидеть. Ты вообще что творишь? На себя посмотри. Жил по понятиям, творил, что хотел. А? Теперь чего? По миру пошёл? Слился? Да. Давай, ты меня не будешь доёбывать? Да ты берега попутал. Потерял ориентировку в пространстве. А я чего? Приглянулся мне твой район. Я к тебе как к человеку обратился. Ага. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Терпила. Развести меня хочешь? Вообще, долго до тебя же всё доходило. Скажи, а… Присядь. Присядь. Жди и не дёргайся. Присядь. Ну и видок у тебя… Чего, ниже плинтуса по жизни? Эти заёмщики не имеют ни стыда, ни совести. И всё время нас развести, как лохов пытаются. Как правило, на жалость. Причём никогда не знаешь, когда их бес попутает. Лихву гони. Ну ладно, завтра хоть принесёшь. Твою младшую сестру зовут Сакура. Ей двадцать лет. И адрес её мне известен. Так что ты не бзди, если чего. Паскуда! А ты думал, как нам, лихварям, крутиться приходится? Мерзость какая! А тут хоть мерзость, хоть прелесть. Ты сам-то по жизни наш лихварей явно недооцениваешь. Время тебе до завтра. Милая Эрина, поздравляю со второй годовщиной в нашем агентстве. Ты молодец. Большое спасибо. Продолжай хорошо работать. Да. Кстати, на следующей неделе надо будет оплатить продление контракта. 500 тысяч эн. Каким образом вы будете оплачивать? Банковским переводом? Да. Ну вот и хорошо. Ну, давай как следует постарайся на завтрашней премьере новой песни. Да. Да. Слышь, старуха, сбер книжку давай. Полюбуйся. У твоей мамы совсем не осталось денег. Вот проклятье, я теперь не смогу купить компакт-диск. Выбора нет. Придется идти на поклон к лихварям. Слышь, мне срочно бабки нужны. Ты что это, мне на телефон денег не положила? Блин. Возьми трубку. Возьми трубку. Возьми трубку. Проснись же ты. Бери трубку. Бери же ты трубку. Возьми трубку. Возьми трубку. Продолжение следует... Надпись «Квакушечки. Презентация новой песни и распродажа». Вот так вот. Сегодня такой важный день. Давай уж постараемся. Чего-чего там должница-неплательщица пробурчала? Фу, ты такая гадкая. Почему ты меня всегда так третируешь? А мне омерзительно, когда голытьба из себя не весь что корёжит. Никакая я не голытьба. Ты чего докопалась? Закрой свой мерзкий рот, гадина. Сама такая. Это всё из-за тебя. Это из-за тебя мы так и останемся в классе С. Не трожь меня. Чего раскудахтались лярвы? Не трожь меня, сказала. Смотрите, уйдёте от меня, как макаки голожопые. Мокрощёлка голимая. Да лучше бы вы так же страстно вокалу учились. Вам уже вот-вот на сцене кривляться. Вывески. Студия звукозаписи «Вишенка». Бестро налегке. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Да как же это? А вот так. Нашу любовь же нужно было фотографировать только пять сантиметров ниже колен. Это же безобразие. Так нельзя. К тому же у неё трусики прозрачные. Ты знаешь, как говорят софисты? Любовь – это бесформенное, ненаучное явление, возникающее из экстремальных ситуаций. А это вот фотографическое воплощение любви между мной и Эрина. Той самой любви, которая продаётся за деньги. Мой ребёнок ещё с младших классов был тихоней и затворником, а тут в люди выходить начал. Это ты во всём виноват. Ты зачем ему эти проклятые деньги одолжил? Дружок Йоси стал таким дёрганым и мрачным. Ай! Блядь! Всё из-за тебя! Это всё из-за тебя! Всё из-за тебя! Так что вы теперь не обходите вниманием своих квакушечек. Очень вас прошу. Ква-ква. Эрина. Майка. Майка. Я здесь. Эрина. Ква-ква. Майка. Милая Майка. Дружок Йосио. Ква-ква. Что это у тебя с лицом, Ква-ква? Что с тобой сегодня произошло, Ква-ква? Обычно ты много наших компакт-дисков покупаешь. Тебе, бедная Эрина, что, разонравилась Ква-ква? Ну, это... Совсем не в этом дело. Я решил больше не покупать компакт-диски. Моя любовь истинная и чистая. Любовь за деньги не продаётся. Милая Эрина, ну ты же с этим согласна. Надпись на стене посторонним. Вход воспрещён. Я от Нумура всё узнал. Дружок Йосио. Вообще-то, любовь можно купить за деньги. С сегодняшнего дня исключительно для дружка Йосио мы можем устраивать первоклассные частные фотосессии. Эрина, для тебя, дружок Йосио, любую позу примет, какую пожелаешь. Даже трусики сниму. А такая любовь. Сколько стоит? Пятьсот тысяч. Ты месяц можешь подождать? Я соберу пятьсот тысяч эн. Давай прям сейчас будем фотографироваться. Не смей, прекрати. Я тоже хочу тебя под юбкой пофотографировать. Отвали. Раз денег у тебя нет, то нечего лезть меня лапать. Ну ты же сама говорила, что мы всегда будем вместе. Прекрати, коздрючий обожатель. КОНЕЦ 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 Надпись на стене посторонним. Вход воспрещен. Никакой я не коздрючий обожатель. Никакой я не коздрючий обожатель. КОНЕЦ КОНЕЦ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, МИЛАЯ ЭРИНА! КОНЕЦ КОНЕЦ Дружок Йосио! Называй меня по-простому. Просто Йосио. Йосио! Я ведь только на Йосио могу положиться ква-ква. Все мои чувства и страсти посвящены только тебе, Эрина. Простите меня, пожалуйста. Хватит балаболить, как заводная кукла. Эрина, вот теперь занавес поднимается. Я, конечно же, выручу тебя из этой передряги. КОНЕЦ 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 Дружок Йосио! КОНЕЦ Но мы с тобой как... Я же ведь девушка твоего сердца, а ты парень моего сердца. И мне твоя напористость очень даже нравится. А моя фотография будет как обложка журнала твоей молодости. Так что все нормально. Ты, Йосио, можешь делать со мной все, что захочешь. Но только для этого мне нужно в комнате прибраться. Позволь мне, пожалуйста, это сделать. Я быстро управлюсь, а ты пока подожди на улице. Ты что это думаешь, меня так легко развести? Ой-ой. А ты, видать, тоже с пустыми карманами. Да, если бы мы не покупали все эти компакт-диски и автограф-сессии с рукопожатиями, ты бы вообще по миру пошла. Я вот тебя спасти пытаюсь. А ты этого никак не понимаешь. Да еще обозвала меня коздрючим обожателем. Ты вообще не способна понять моего мировоззрения. Ты просто оказалась заводной куклой. Ну, а раз ты заводная кукла, так и веди себя как заводная кукла. Да заебал ты меня уже, коздрючий обожатель. Да. 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 Ну почему ты не можешь меня понять? почему ты не хочешь меня понять это не настоящая эрина еще давай вместе зажжем пламя любви чего это вы тут делаете спасите вызовите полицию а ты чего говоришь такое по-быстрому гони лихву подождите не лезь в это дело ты чего творишь вообще я нам обоим голову проломлю и мы умрем ты мне вообще до лампочки эй госпожа химено спасите он же меня убьет так дело не пойдет ты вот разводишь своих обожателей а теперь вот один из них тебя грохнуть собрался ну вы то хоть сейчас не прессуйте ой самому как-то неудобно что я так не вовремя с тебя-то я уже неплохо иксов срубил может и хватит спасибо за выгодное сотрудничество во как еще происходит ты гандон чё сюда приперся не вообще-то я пришел с этой девки долг стрясти а чего не может быть ты чё тоже этой лярве в долг давал убирайтесь убирайтесь не подходите ближе а то мы оба умрём гони бабло еблан перестаньте заткни пасть кукла сам заткни пасть а ты лихву будешь платить вот как только с этого мудака стрясу а ты чего опять облажаться умудрился как можно было додуматься такому коздрюку в долг дать учу тебя учу как быть правильным лихварем по жизни должников нужно уметь отфильтровывать ну ты только глянь должник твой душегубствовать намылился она вот-вот в лужу сядет от рук своего обожателя ты вот вообще ни с кого долг выбить не умеешь и смех и грех чисто пес бродячий здрасте пожалуйста одни только проблемные задолженности у тебя что же вы все такие беспонтовые недоделанная поп звезда у которой долгов на 4 миллиона ну все слилась она в общем ты тоже безнадежно закредитовался не трожь меня фуфлыжники одолжи мне три лямчика а ты чё ты уже закредитовался по самое не могу ладно тебе одолжи а как ты возвращать будешь а ты мне за эти три миллиона продай долги этой лярвы слышь этот чмырь же вот-вот девку грохнет а с мертвого должника долг не получишь без надега а не задолженность ну и ладно а ты продай и ну чего по рукам понимаю считай что сейчас ты взял у меня в долг 3 миллиона н на которые ты выкупил у меня долг этой девки теперь он твой сделка состоялась сиосио ты ведь ее по правде любишь я про эрина говорю любишь или нет люблю ясное дело Арина А ты любишь этого дятла? Ты вопрос слышала? Вот и получается, что вы любите друг друга Арина В общем, ты берешь это косноязыкое мурло в мужья Слышь, господин Йосио, ты-то согласен? Ну, и ты согласна? Ага Ну вот Ради своей возлюбленной по имени Эрина Ты превратись в сверхгероя А чего делать-то? Чего ты мне там всучил в залог? Полис страхования жизни матери Если ты его закроешь, сколько тебе причитается? Миллион Ну, этого не хватит, чтобы стать сверхгероем На этот миллион ты даже половину долга Эрина оплатить не сможешь А что на этом страховом полисе является страховым случаем? Вот я чего раньше не знал Что даже если ты родственника Насмерть зарежешь Это все равно не будет считаться страховым случаем А значит, что надо сделать? А на работу устроишься, сколько бы ты не вкалывал Десять миллионов ты не заработаешь А тут тебе маза бабло поднять Сама в руки напрашивается И своей любимой девушке бы долго платил И свой долг закрыл бы И еще денег останется со своей возлюбленной Эрина Жить поживать, да добра наживать А я Очень хочу продолжать быть поп-звездой И вот ни семья Ни друзья, ни агентства Никто не поможет бедной Эрина Ох, горе мне Я... Слушай Что, станешь для нее сверхгероем? Что, станешь для нее сверхгероем? Что, станешь для нее сверхгероем? Я совершенно нажму на esном С regulate Слушай Вот без помощи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дурная старуха Я хотел шоколадный торт, а ты что купила? Дурная старуха Выкупил у меня долг Эрина по дешевке Заставил Йосио полностью закрыть ее долг все 4 миллиона А потом получил свой долг с Йосио Сведя все свои дополнительные расходы к нулю А чего еще от бывшего бандитского пахана ожидать? Ну, недобропорядочности же! Законопослушные терпилы так не смогут Будь умницей Да-да, хорошо поработали А вот еще, папочка на работе задержится, так что ты маму предупреди Не надо мне обед готовить Да-да, пока-пока Пока-да А вот я поговорить хотела Ты, значит, у нас на стороне подрабатывала О чем это вы? Вот это что такое? Так ведь... Нет-нет, это другое Там такое произошло? Плевала ты на статус поп-звезды Ты понимаешь, чего натворила? Это серьезное нарушение условий контракта С сегодняшнего дня ты уволена А? Так ведь... Вот в контракте все прописано Во! С тебя неустойка, 5 миллионов эн Не заплатишь, под суд пойдешь Долг закрыт Большое спасибо Дай в долг На что тебе это надо? Оборотный капитал А, угостишь сигареткой? Через 10 дней увидимся Дай в долг Да Срочно деньги Художественный фильм Псы черных займов В фильме снимались Ямада Юки Фурусава Юске Томите Ами Таро Ога И много других актеров Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...